Доброе утро, друзья! Рада вас видеть! Я, Вероника Яшина. Сегодня мы с вами поговорим о том, чем интересненьким заняться завтра, узнаем, где находится колонна, и еще научимся играть в интересную заморскую игру. Вы готовы? Поехали! Завтра 12 сентября, а значит, Ильяновск празднует свой день рождения. Как поздравлять именинника и какие подарки он приготовил для нас, смотрите в афише. 12 сентября, день города. Это день, который Ильяновск провести скучно просто невозможно. Вот только немногое, что сегодня и завтра будет подходить на площадку города. Всем, кто любит гонять на велике, можно будет прокатиться по центру города вместе с такими же вело-фанатами. Старт в окношу деления. Сегодня в 18.00. В программе «Вело-квест» в розыгрыше и большой вело-плэш-вот. Любители всего тайного и неизвестного сегодня ждет фестиваль ночных музейных дворов. С 7 часов вечера для посетителей будут открыты самые засекреченные места ульяновских музеев – их дворики. Каждому вождет своя история и программа. Майфест, он же город Мастеров, ждет всех сегодня и завтра в Стреле Языково. Там много вкусного, интересного и красивого. Необычные сувениры, мастер-классы для взрослых и детей, футборд с кухнями разных народов мира и живая музыка. Не пропустите! Необычный парад пройдет завтра в Ульяновской роще «Парад-шляп». Это конкурс на сами креативные и необычные головные уборки, сделанные своими руками. Совсем другой конкурс будет проходить в парке «Семья» – «Рары-осень». Там можно будет посмотреть на чудо-орощи, диво-ягоды и вот это фрукты, которые выросли ульяновских в своих садах и огородах. И это тоже еще и все. Завтра в Ульяновске пройдет фестиваль колокольных зевонов, фестиваль школьного спорта, 11-й межрегиональный фестиваль – конкурс военно-патриотической песни «Когда поют солдаты». На улицах будут разгуливать литературные и сказочные герои. В каждом районе будут проходить концерты ульяновских труб и исполнителей. Все, что вы не сможете увидеть лично, можно будет посмотреть по видеотрансляциям в соцсетях. А завершится празднование 12 сентября традиционным праздничным салютом. Наступающий днём рождения, Ульяновск! Начался учебный год, но не все наши зрители отправили в школу. Среди них есть те, кто даже толком не представляет, что это такое. Счастливчики! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Школа нужна, чтобы они, ну, чтобы, типа, учить. Ну, да. Чтобы ученики знали, что нужно, ну, не дуратиться, а просто писать. Ну, чтобы там буквы знать, там разные уметь писать. Умножения всякие. Там есть книжечка, ручка, ещё парты. А мне папа рассказал, что там есть большой селископ и там есть головная массейн. Да, да. Бассейн. Я знаю, что школьники любят новый наряд и ухаживают за ним. А я тоже сказал, ухожу, где Андрей Валерьевич. А какой ты сам любимый предмет? А, мой сам любимый предмет, телефон. А, математика. Сколько будет миллиардов плюс миллиардов? А ты... Тысяча семьсот. А мама всегда ругает Егору, потому что он не делает уроки. Вот Арсеньев всегда, ну, ставь пятёрку. Мишу нажать. Я тоже не умею нажать. Ну, нужно учитывать всё равно. Это очень важно. И очень важно. Хочу скоро. Хочу. 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 Лето закончилось, но это не значит, что пора заканчивать путешествие. Наш специальный корреспондент Глеб Шишов побывал на туристском фестивале в Коломне. И он готов поделиться с нами своими впечатлениями. Сегодня мне очень понравилось, как мы были в экскурсии на трамвае. Сейчас, как мы смотрели, как мост разведился, как мы кушали. Очень вкусная тут еда. Стоп, давайте по порядку. Я побывал в Коломне и за один день узнал больше, чем за половину лета. Коломна – один из древнейших городов Подмосковья. Его основали 900 лет назад. Здесь есть свой Кремль. Он очень древний. Его каменные стены не смог одолеть ни один враг. Правда, когда враги у Руси закончились, его растащили по камешку. Сами жители Коломны. Поэтому до нашего времени от него осталось меньше половины. Путешествия бывают разные. Например, в Коломне есть трамвай желаний. В нем можно путешествовать сразу и по городу, и по времени. Чтобы поехать на таком трамвае, нужно продырявить билет специальным компостером, как делали раньше. Еще в этом трамвае можно написать письмо. Не по электронке, а такое, как наши родители раньше друг к другу писали. Но главное, в нем можно по билету загадать желание. Такой лайфхак из прошлого. Раньше счастливый билет определялся следующим образом. Откручивался, да, вот этот тоненький, маленький. И там шесть цифр, так же, как у вас шесть цифр. Нужно было сложить три цифры справа и три цифры слева. И если сумма этих цифр была равна, то такой билет назывался счастливый. Что можно было с ним сделать? Нужно было сначала, первое, загадать желание. Второе, чтобы желание сбылось, его съесть. Чтобы желание исполнилось, у всех пассажиров в трамвае желание раздают специальные счастливые билетики. Они вкуснее, чем бумажные. В музей вкусной истории мы отправились угощаться пастилой. А встретила нас настоящая барыня. Она рассказывала всем про пастилу. А я чуть на работу не наняла яблоки собирать. В старинных книгах по садоводству написано. «Возьмите смышленых детей 9-12 лет». Подходите по возрасту? Нет. Пойдете. Что же вы за него решаете, голубчик? По глазам видишь, что смышленый. Кстати, это была работа, за нее деньги платили. Правда, до дела так и не дошло. Раз уж мы приехали в гости, нас по традиции угостили чаем с пастилой. Очень вкусная экскурсия получилась. Закар Петрович? Да, конец Калашского заведения. Чем могу служить? Вы-то мне и нужны. Меня зовут Соболев Иванович Ильич. Я недавно закончил Рязанское коммерческое училище. Вот кому? Так, ты что? Ну что, что же требуется в уголке? А, в уголке. Так, это Кирилл. Я привернулся в Кирилл. Математика, разбирать. Бухгалтерия, конечно, хорошо. Что в Калашном деле понимаешь, как ты делаешь вести? Вот, что интересно. Как вести в Калашные дела, Захар Петрович рассказал нам. От него мы узнали, как дойти до ручки, у кого губа на животе, и зачем эту губу надо раскатывать и закатывать. Хотите тоже узнать? Езжайте в Коломну. Только идите в музей на голодный желудок. Захар Петрович уж очень здорово угощает. Сзади меня находится разводной мост. Он идет над рекой Москвы. Сейчас мы смотрели, как он открывался, чтобы пропустить две варжи, и как он сейчас закрылся. И это было очень странно и необычно. Разводные мосты есть в Санкт-Петербурге. Они большие, каменные, а здесь плавучий мост, который просто отодвигается, когда идет баржа, а потом плывет обратно. Причем довольно быстро. Вот такой он интересный, старинный город Коломна. Обязательно побывайте здесь. Уверен, вам очень понравится. В прошлом выпуске мы с нашими иностранными коллегами обсуждали игру «Камень, ножницы, бумага». Но кое-что мы приберегли специально для этой программы. Кира Лан, наш постоянный корреспондент из Америки, прислала инструкцию по игре в Чопстикс. Нам обязательно стоит вернуться к этому видео и посмотреть его полную версию. Я даже не знала, что день «Камень, ножницы, бумага» и мой день рождения на тот же самый день. Окей, ну ладно. Мы, конечно, играем в «Камень, ножницы, бумага», «Rock, paper, scissors». Мы еще бросаем монетку, мы делаем жребий и мы делаем чопстикс. Это палочки для еды. И мы сейчас вам покажем. Значит, начинается вот так. У каждого игрока по одному пальцу на каждой руке. Когда я трону другого игрока по руку, то тогда у него добавляется сколько пальцев, сколько у меня. Еще можно чередовать. Например, я могу на свой ход сделать вот так. Потому что у меня 4, я могу сделать 2 на каждой. А еще выигрывает тот, у кого не останется пальцев. Значит, вот так. Когда у тебя 5, то тогда больше нету одной руки. Ну, вот я вам показала. Вот в такую интересную игру играют наши друзья в Нью-Йорке. Кстати, говоря об Америке. Сегодня там очень классный праздник. День «Обними свою собаку». Так что, если у вас есть собака, не забудьте ее сегодня хорошенечко обнять. А на этом мы прощаемся с вами. Хорошего вам дня. Пока. Привет, с вами Полина Винокурова. У меня для вас 2 новости. Хорошая и плохая. Хорошая. С завтрашнего дня начинается потепление. Плохая. Завтра ждет дождь. Но пусть это вам не испортит праздник. Берите зонтик и отправляйтесь поздравлять наш город. Хороших вам выходных.